доброе утро дорогие друзья с вами центральный военно-морской музей имени императора петра великого и рубрика дальше сегодня я расскажу вам в одном из символов санкт-петербурга адмиралтейском корабли как известно здание адмиралтейство было заложено 1704 году но только 1719 году его архитектурном облике впервые была реализована идея вертикальной доминанты проекту голландского мастера хармона ван болеса над воротами была установлена башня с металлическим шпилем и корабликом виде флюгера в период правления императрицы анны она 1732 1738 годах была произведена перестройка здания адмиралтейства работа во перестройке осуществлял главный архитектор адмиралтейских строений иван кузьмич короб в 1737 году его проект вызвала извинена каменная башня со шпилем высотой 72 метра на этой высоте был установлен новый кораблик флюгер ставший одним из символов города для большей устойчивости шпиля его основание было опущено внутрь объема строения на 12 метров башня стала изящнее по преданию за образ кораблика был взят первый фрегат балтийского флота штандарт который в 1703 году царь петр первый лично привел в строящуюся тогда новую столицу россии санкт-петербург 1806 году по указу императора александра 1 проектирование нового здания адмиралтейства приступил архитектор андриан димитриевич захаров он блестяще справился своей задачей перестроил адмиралтейство почти полностью оставив лишь изящную башню за шпилем высота башни оставалась прежней 72 метра новый кораблик весом 65 килограммов был покрыт двумя килограммами чистого золота он действовал как флюгер конструкция же корововской башни оставалась цела и была заключена внутри башни захаровского адмиралтейства здание сохранила первоначальный план из двух п-образных корпусов представленным экспозиции первого зала центрального военно-морского музея имени императора петра великого адмиралтейский кораблик является четвертым по счету изготовлена был на адмиралтейских и жорских заводов кораблик находился на шпиле главного адмиралтейства с 1846 по 1886 год после демонтажа был передан в морской музей и санкт-петербургской портовой конторы через главного инженера строителя петербургского порта полковника станислава константиновича будзинского а